В Краснодаре прошло расширенное заседание Краевой антинаркотической комиссии. Мероприятие провел вице-губернатор Николай Долуда. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы городов и районов, представители учреждений образования, здравоохранения, культуры. Всего более тысячи человек. На заседании обсудили результаты деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за 8 месяцев 2018 года. На сегодняшний день в крае насчитывается 9 119 наркопотребителей. Их количество с начала года снизилось более чем на полторы тысячи человек. По официальным данным, сейчас больше всего больных наркоманией в Новокубанском, Кущевском, Мостовском районах, городах Горячий Ключ, Краснодар и Сочи. В Славянском районе ситуация с распространением наркомании стабильна и держится на постоянном контроле руководства муниципалитета. Пока никаких серьезных тенденций, которые вызывали бы озабоченность сирийские на территории Славянского района, нет таких явных, но надо быть бдительными, понимать, что они могут прийти с любой стороны, как продажа, реализация, так и использование растительных, наркотических средств. Обратить внимание, сказали, на граждан, которые прибыли с территории Украины, у них очень высокая степень наркотизации общества. Ну и аптечные сети, все новые и новые способы изготовления находят наши фармацепты, я имею в виду доморощенные. Поэтому все, где везде появляются упаковки, когда молодежь, подростки покупают в больших количествах, хорошо обратить на это внимание, родители ориентировать, ну и понимать, что это всегда плохим заканчивается. На заседании антинаркотической комиссии также прозвучали цифры по подростковой наркомании. В этом году число несовершеннолетних, впервые поставленных на профилактический учет за употребление психотропных веществ снизилось с 32 до 23. Правоохранительные органы выявили 5381 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 760 килограммов наркотических средств. За наркопреступление осуждено 2364 человека. Также на совещании речь шла об организации профилактической антинаркотической работы с работающей молодежью, призывниками и военнослужащими. Выступающие поделились опытом привлечения к данной работе общественных объединений и волонтерских организаций. Сегодня созданное по поручению губернатора Вениамина Кондратьева студенческое антинаркотическое волонтерское движение дает результат. Более полутора тысяч молодых людей ведут большую информационную работу в сети интернет, отлавливая источники сбыта наркотиков. За этот год обнаружено 3400 ссылок на интернет-ресурсах, из которых это 1971 заблокировано Роскомнадзором. Несмотря на предпринимаемые усилия, проблема вылечения молодежи, особенно студенческого употребления наркотиков, остается остро. Только за 8 месяцев этого года 452 жители края возрастов и цели попали к реанимации районных больниц по причине отравления синтетическими наркотиками, предъявленными через интернет. Вице-губернатор добавил, что антинаркотическое волонтерское движение требует поддержки со стороны районных комиссий. И сегодня необходимо продумать систему поощрений для наиболее активных участников движения, которая бы значительно повысила интерес к этой социально полезной деятельности. Отдельно на заседании остановились на теме распространения так называемой аптечной наркомании. Участники обсудили меры контроля недобросовестных фармацевтов в аптечных организациях. Несмотря на то, что наказание за подобную деятельность для аптек довольно мягкое, все факты должны жестко пресекаться. Должны быть созданы специальные комиссии, которые будут проверять добропорядочность аптек. В завершении заседания Николай Долуда призвал глав районов взять на личный контроль проблемы, влияющие на наркообстановку в муниципалитетах. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...